В столице Верхней Олжи прошло первое заседание Общественной палаты Тверской области 6-го созыва на период 2024-2027 годов. Всего в него вошло 36 человек. О том, чем новый состав будет отличаться от предыдущего и какие задачи ставятся перед ним, об этом в следующем материале нашего выпуска. В настоящее время Общественная палата 6-го созыва, которой предстоит работать с 2024 по 2027 годы, сформирована полностью. Своё приветствие по этому случаю участникам заседания направил губернатор Игорь Руденя. Созданная 15 лет назад Общественная палата Тверской области всегда приняла в своих рядах неравнодушных к судьбе региона людей с активной гражданской позицией. Ваша ответственная работа способствует реализации на территории Верхней Олжи социально значимых инициатив и проектов, патриотическому воспитанию подрастающего поколения на основе традиционных ценностей нашего народа. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. Общественная палата региона формируется в три этапа. На первом распоряжением губернатора 12 членов утверждаются от подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Затем законодательное собрание утверждает дюжину человек от региональных отделений. Третий этап – выбор 12 представителей от местных общественных организаций с самими членами общественной палаты. При этом по закону каждый ее состав обновляется как минимум на треть. Поэтому на сей раз из 36 человек 18 приняты в первый раз. Кроме того, теперь не пять, а три заместителя-председателя, которым выбран Игорь Лельчицкий. Он уже наметил основное направление работы. Решая проблему демографическую, решая проблему семьи, проблему готовности нашего молодого поколения к родительству и к воспитанию детей, к духовно-нерастному воспитанию, к патриотическому – это, в принципе, условия, чтобы вообще мы решили все проблемы, решили их конструктивно. Таким образом, новый состав будет работать в полном соответствии с напутствиями губернатора, который отметил. Предложения и экспертные оценки членов общественной палаты имеют большое значение для реализации и расширения системы региональных мер поддержки многодетных семей, людей старшего поколения, участников специальной военной операции и членов их семей.